Доброе утро! В эфире Вести Магнитогорск, в студии Галина Кочарова. В МГТУ прошло заседание Общественного консультативного совета, подвели итоги двухлетней работы Объединенного вуза. Валерий Колокольцев поблагодарил лидеров партии, которые входят в состав совета. Мы без едины России никуда. Выборы проведем хорошо. Про комсомол, поистину, не стареет. Сейчас в МГТУ после слияния вузов около 15 тысяч студентов. Несмотря на вот такое непростое время, наш коллектив – это боевой, работоспособный коллектив. И те итоги, которые мы уже имеем, показывают, что мы вполне устойчивы. Весной в МГТУ будет открыт набор на новые специальности. В ближайшие месяцы южноуральцы могут получить зарплату с 100-рублевыми купюрами с изображением крымских достопримечательностей. Кстати, банкнота официально не имеет лицевой стороны, тем самым Банк России подчеркнул равнозначность Крыма и Севастополя, изображенных на ее сторонах. Общий тираж выпущенных купюр – 20 миллионов штук. Уже есть случаи, когда продавцы отказывались их принимать, считая фальшивкой. Эксперты вообще советуют не торопиться расплачиваться новыми 100-рублевками. Уже сейчас коллекционеры готовы заплатить за них до 300 рублей. Гости из Дальнего Востока помогут магнитогорцам составить меню с изысканными деликатесами и редкими морепродуктами. 3 марта во Дворце спорта имени Рамазана откроется павильон «Дары Камчатки». Главная особенность – широкий ассортимент самых вкусных и полезных пород рыбы. Камчатскими «Дарами моря» смогут побаловать себя магнитогорцы. Дальневосточная рыба будет представлена в павильоне «Дары Камчатки» во Дворце спорта имени Рамазана. Всего более 20 видов. Вот такая чавыча – лососевая рыба. Это самое вкусное нежное мясо. Она очень жирная. Ее называют царицей лососевых. Рыба великолепная. На бутербродик, соль и минимум. Она у нас горячая, холодное копчение. Вот такая красавица. Чавыча, нерка, кижуча, белорыбеца, муксун, омуль, палтус, балык, белуги и, конечно же, икра. Рыба транспортируется в готовом виде, сохраняя вкусовые качества и полезные вещества. Коптят морепродукты на натуральных опилках. Продегустировать и приобрести дальневосточные деликатесы можно во Дворце спорта имени Рамазана с 3 по 6 марта с 10 до 19 часов. Ольга Беличенко, Вести, Магнитогорск. О том, какая погода нас ждет сегодня, через несколько секунд я же с вами прощаюсь и желаю добрых вестей. В Сержантпенуазе сегодня днем ожидается минус 1, минус 3 градуса. В Кизильском районе столбик термометра покажет около нуля. В Верхнеральском районе сегодня днем будет минус 2, минус 4. И в Магнитогорске пасмурно, без осадков, днем 0, минус 2. Редактор субтитров А.Семкин